Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию. Статья во взгляде за 5 декабря 2019 года Игорь Мальцев. Открыл позавчера немецкие газеты и накрыло дежавю. Кругом фотографии с места убийства, как пишут гражданина Грузии, гражданинам России. Погодите, на календаре 3 декабря, а событие вроде состоялось 23 августа. И да, тогда точно так же писали и снимочки публиковали те же самые. Более того, и выводы тогда делали точь-в-точь, дескать, борец за свободу Чечни. Почему-то гражданин Грузии по исконно грузинскому имени Зелимхан, ага, убит русским среди бела дня в Берлине. Этот русский связан с российскими спецслужбами. Посмотрел опять в газеты, все то же самое. Правда, теперь это подается как результат независимого расследования. Издание, ну собственно, эти расследователи просто транслируют то, что было вброшено в первый же день убийства. Удивительно, насколько расследователи уверены, что читатель не помнит ничего с прошлой субботы, не то что с 23 августа. Тем не менее, быстро скороговорочкой проговаривая славные деяния мс. Зелимхана. Он был полевым командиром во время Второй Чеченской войны. Власти России объявили его в розыск по обвинению в терроризме. Хангашвили уехал в Германию после того, как в 15-м году на него в Грузии было совершено очередное покушение. Ну, термин «полевой командир» это из каких-то 90-х, времен всеобъемлющей поддержки чеченских сепаратистов и террористов со стороны прогрессивного канала НТВ. Новости – наша профессия. Что-то с игиловцами уже такая дружелюбная фишка не проходит, а надо бы. В принципе, никому вообще дела нет до того, как чеченский террорист попал в Германию на ВНЖ, хотя бы потому, что теперь принимать террористов пачками – национальный вид спорта в Берлине. А уж если смотреть криминальный след местных беглецов от Рамзана Ахматовича, они выбрали свободу, потому что борцы за свободу, то можно привести цитаты из тех же местных газет о том, что именно чеченцы вывели местные преступные нравы на небывалый уровень насилия и жестокости, от которого прифигели даже арабские кланы. Так что разборки с трупами тут не редкость, как будто Берлин 2019-го – это Москва 90-х, и вдруг такой скандал, такой шум, и все потому, что убийца оказался россиянином. Как этот россиянин попал в Германию, тоже никто сказать не может. Но его же записали в сотрудники официальных российских органов на том основании, что Россия объявила его в розыск, а расследователи так и не смогли найти его в базе Интерпола. Странная логика, но никто никакой логики и не ждет. Шум об убийстве конца лета массированный, хорошо спланированный. Сейчас это нечто вроде скандала на Ибице, который был вброшен ровно перед выборами в Австрии, чтобы снести ненавистного курса. И именно немецкими газетами, которые не могут молчать. Правда, три года до выборов спокойно помалкивали. Сейчас, похоже, обещанное немцам королевство Меркель в Европе, это цитата, под угрозой, несмотря на то, что Германия будет председательствовать в ЕС в 2020 году. Под угрозу все это владычество поставил, как говорят, Макрон, а не катастрофическая внутренняя и внешняя политика Меркель. Это ведь он вдруг стал говорить про смерть мозга у НАТО и открыто заявляет, что вообще-то Россия тут никому не враг. И вот этот антипартийный уклон товарища Макрона надо как-то компенсировать, чтобы он не переиграл Меркель на европейском поле и не вырвался нахально в лидера континента. Срочно нужно придумывать поводы для санкций фиганций и сгодится даже мутное убийство чеченского террориста на поляночке Кляйни-Тергартена, за которым охотится Кремль в полном составе днем и ночью. И очевидно Газпром в оставшееся время суток. Причем тут Газпром? Но так как тут никто ни при чем, то скорее всего потому что по окрику из Белого дома надо что-то противопоставить окончанию работ по Северному потоку-2. Потому что американцев этот поток сильно бесит. И видимо была дана тихая, но убедительная команда местным атлантистам Мачете РФ прямо в Балтийском море. Германия же не является самостоятельной страной в том, что касается внешней политики. И робкие попытки противостоять лично Трампу, которого Меркель до выборов называла всякими глупыми и обидными словами, разбиваются о столб, когда за Трампом встает ненавидящий его Дипстейт и убеждает германских партнеров, что с этими русскими и с этим газом надо что-то делать. Вот местные товарищи и стараются. Начали высылать русских дипломатов из Берлина. Этого не было уже давненько. И сильно напоминает дело Скрипалей. Где они кстати? Как поживают? Как здоровичка? Напоминает как по мощи доказательной базы, так и политически правильным моментам. При этом не забываем, что ровно в эти месяцы происходит сильнейший распад на части старых больших партий Германии, которые сами себя любят называть народными. Вот уже и социал-демократы посыпались. Это приведет к разрушению ГРОКО большой коалиции и может привести к тому, что фрау Меркель не досидит до нового срока и будут назначены новые внеочередные выборы. А что могут сделать нации и партии, которые чувствуют, что власть ускользает из их рук? Мы уже не раз убеждались. Можно что-нибудь поджечь, а можно кого-нибудь убить. А можно назначить врага за границей. И именно в тот момент, когда половина нации уже не верит в то, что это враг. А верит, например, что враг давно сидит в своей канцелярии и дрожит. Но не от страха, а от старости и немощи. Игорь Мальцев. Теряющим власть немецким политикам нужно нападение на Россию.